Всем привет, пацаны и тяночки, папочки и мамочки, у микрофона Никиман, и наверняка кто-нибудь из вас слышал о такой довольно популярной теме, как Хики Камори, или же Хика. Вау, просто муа! Да, вот они, эти самые божественные создания, как вы видите, все они просто профессионалы своего дела, да. Например, они могут пролежать на диванчике, либо же просидеть на стуле в положении полулёжа, совершенно не вставая с утками, представляешь? Ну, по крайней мере, пока не закончится корм, то бишь хавчик. Ведь когда он закончится, придётся встать со своего трона, каким-нибудь волшебным образом, знаю, это сложно, но дошик вряд ли кого-то ждёт. Так в чём же тогда их профессионализм, спросит какой-нибудь спортсмен в комментариях. Объясняю, допустим, те же спортсмены, качки и другие люди, которые ведут здоровый образ жизни, просто не смогут сидеть на жопе 24 на 7 тигров. Потому что у них просто начнётся ломка. Они захотят побегать, подкачаться, свалить в секцию, купить протеинчика, вследствие чего им такие занятия просто не под силу. Так что же получается тогда, что хики это более эволюционированные особи, чем обычные люди? Времени у них просто о жопкой своей не жуй, чего мы не можем сказать об обычных людишках, которые запрограммированы о работать. Извилин у них втрое больше, чем у какого-нибудь профессора высшей квалификационной категории, так как они занимаются самоизучением. Да и вообще, благодаря им смертность значительно падает, а рождаемость увеличивается. Да, возможно, все хиканы сидят дома, в отличие от всех, и вы такие думаете сейчас, «Так они там все бросли жиром, пылью, говном, воняют, он...» Кстати, кто хочет набрать вес, вы знаете, что делать. По-своему, хиканы те же спортсмены, только кибердрочка в хентай аниме-пойло спортсмены. Чувствуешь эту маленькую разницу? И я уже вижу эти комментарии, в принципе, по типу, «Да, они пидоры, ничего не умеют делать, поэтому и сидят дома сутками, бе, отписка, фу, чмошки!» Чмошки! Ну или там, допустим, «Ой, господи, да, они просто боятся общества выйти на улицу, просят мамку, чтоб купила им пожрать туалетную бумагу». В принципе, да, я согласен, но большинство хик вряд ли боятся общества, скорее всего, им просто некомфортно с ним. Да и чё время-то терять, ещё столько всего нужно сделать за такой маленький жизненный период, посмотреть кучу тайтлов, пройти все новенькие игрули, научиться программировать и потом взламывать инстаграмы популярных моделей, хотя анимешнику это вряд ли нужно, но всё же лайфхак. Ну а если честно, большинство людей нас всё равно не понимают, думают, что это бред, мол, раньше это называлось деградация, а теперь хика, все они диванные аналитики, чсв... Ну почему? На меня постоянно смотрят свысока, говорят, что сидишь ты как дурак в этой комнате, один заперти, кретин ты не выносим, боже, как ты смотришь эти мультики. Вечно это манья, ко всякой ерунде, ты не понимаешь, но на самом деле ты в дерьме, и знай не мэ, вечно изолирован в тьме. А-а-а-а-а... Что если у меня своя семья в сети? И не нужно мне другой, у меня вечный покой, за анимкой едой, каждый день свой выходной. Да я хика, хика внутри, и что мне делать, я знаю, пойми, луна или солнце, никогда ко мне не повернётся. Да мы другой сорт отличаемся от серого мусора, Тот, кто против нас, просто беомусор. И как-то выходить и видеть виды шкур не мило, а лежать в коробке с танками не подфартило. Самореализация уже достигнута, пора прощаться с этим миром пока. Я не вернусь никогда, но ты прости же меня. Я я правду не со зла, моя боль так близка, но боль, а это боль. Когда тебя не понимают всерьёз, мол ты ещё не дорос, сначала подрасти до старости, потом помрят усталости, все говорят из жалости, на них противно мне смотреть. И в то же время с радостью я человек со слабостью, домашнему аресту я был продан безвозмездно, зачем люди говорят, мол хиканы вам тут не место, но это наша топ обитель, так что сори извините. Да я хико, хико внутри, и что мне делать, я знаю, пойми, что луна или солнце никогда ко мне не повернётся. Да я хико, хико внутри, и что мне делать, я знаю, пойми, что луна или солнце никогда ко мне не повернётся. Луна или солнце никогда ко мне не повернётся.